доброе утро дорогие друзья приветствую вас на интерстриме трейдеров utrade tv меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня 26 июня 2019 года сегодня у нас среда это всегда активный день может быть самый активный день на неделе поэтому надеюсь будет также весело и интересно как любую другую среду давайте посмотрим что говорят нам технические и фундаментальные анализы и примем решение как же нам жить и торговать сегодня технический анализ конечно друзья сразу бросается в глаза bitcoin даже те кто не торгует понимают что на дневном графике такие свечи двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять долларов показал bitcoin за сегодняшний день он уже вырос на давайте посмотрим вместе уровня 11 300 до уровня 12 800 на тысяча пятьсот пятьдесят шесть долларов за сегодняшний день рост друзья это фантастика это фантастика биткоин возвращается торжествуя и глумясь над теми кто его хоронил но блестяще рады за биткоин сегодня на я что-то не думаю что дальнейшем будет рост все-таки какая-то просадка будет но кто его знает я уже ничему не удивляюсь до частные деньги в виде криптовалют выжили и виде биткойна показывает блестящий рост напомню хаи были в декабре семнадцатого года хаи составляли около двадцати тысяч долларов за один биткоин сейчас двенадцать тысяч шестьсот ну я хочу сказать что конечно это фантастика в это никто не верил уже почему-то а тюльпаномании и параллелях с тюльпановой лихорадкой никто не вспоминает потому что это уже в прошлом далее друзья евро доллар вчера мы с вами ждали смотрели на часовом графике будет ли выход вверх из этого торгового диапазона или вниз он состоялся вверх потом резко вниз сейчас отбиваются ну что вот этот давайте уже уберем получается моменте 11371 получается некоторое снижение у нас еврик это и пошло и вот это движение она больше выглядит как ретест честно говоря а нет вот на биткоине слушайте сейчас нет рынка не на биткоине не на еврике он отбивается но можно спорить об уровнях смотрим сложный день пока ничего здесь кстати надо поставить вот такой вот уровень из этого уровня вышли в более нижней сейчас смотрим пробьется наверх или нет рынка нет пробой отбой ситуация фунт доллар вот здесь мне кажется ближе так давайте здесь наверно тоже поставим на дневной график чтобы нас не путала ситуация а на фунте рынок на дне тут тоже рынок непонятен друзья еврикин а на фунте рынок есть третий день подряд снижение видимо внутренняя история все-таки оказалось сильнее хотелок и пока движение вниз доллар иена наверх доллар франк вниз разнонаправленные движения австралиец наверх новозеландец наверх друзья новозеландец пробивает все что можно пробить да интересно интересно разнонаправленные движения сегодня доллар канадец вниз видимо нефтюшку все-таки ждут наверх давайте смотреть нефть да друзья нефть блестяще пробивает наверх следующей целью имеет по WTI 59 25 ну посмотрите какой рост шикарный по бренду следующую цель давайте тоже с вами определим скорее всего можно поставить на отметке 66 86 прекрасно нефт растет доллар рубль в этой ситуации тоже хочет сегодня укрепиться вчера он ослабел газпром в этой ситуации рынка нет посмотрите уже сколько дней это дневной график газпрома золото а вот золото отбивается не дали закрыться уже ему выше 1423 пока отбой но почему-то я думаю что это это не конец мне кажется что все впереди золото в том числе как у биткоина и у нефти до джонс фьючерс на индекс до джонс второй день вниз рынка не видно здесь отпускать вниз сказать чтобы собрались нет но и наверх не пустили какой-то боковик наверное друзья фундаментальные новости ну понятно все обсуждают что стоимость биткоина впервые с января 2018 года полтора года превысила 12 тысяч долларов ну блестящий конечно результат много спекуляций на эту тему на мой взгляд можно покупать когда такая волна могут заполкать значительно выше далее друзья новость по поводу нового завода по сжижению природного газа проект планируется реализовать в папуа новой гвинеи три страны будут реализовывать сша япония и австралия хотят сделать это как противовес китайским проектам по сжижимому газу это будет мощная такая структура я смотрю для газпрома не сильно хорошая новость теперь в папуа новой гвинеи конкурент газпрома появился поэтому рассуждение на тему по кто где папуаса я чувствую скоро будут неуместны поэтому это известная шутка и и надо уже отменять потому что там такой проект за бабаха и же всех трудоустроят все будет все будут в шоколаде все друзья двигаемся дальше грузинская валюта лари установила антирекорд она была запущена в девяносто пятом году и вот сейчас достигла исторического минимума два два целых восемьдесят три сотых лари за доллар все почему-то вот падает падает слушайте у нас валюта 65 рублей даже сейчас чуть получше там до текущая цена давайте прямо сейчас скажу сколько в моменте 62 70 скажем тогда 62 рубля за доллар а грузинская 2 лари за доллар в 31 раз сильнее рубля лари если кому интересно поэтому если кто-то там хочет сказать что вот все у грузин все упало а у нас как упало тогда если доллар рубль 62 доллар лари 2 и 8 вот посчитайте вот меня что и возмущает почему рубль огромная страна с огромными ресурсами с большим населением 62 рубля сейчас в моменте за 1 доллар я не понимаю этого а лари 2 и 8 тоже не понимаю и вывод простой грузины молодцы а мы нет вот если доллар рубль был 2 и 8 а лари 62 за 1 доллар тогда бы я больше понял потенциал экономик абсолютно разный чудны дела в этом мире честно скажу далее коллеги выступил андрей дороничев известный продуктовый менеджер управляет программистами он в десятых годах создавал начале 2010 года работа в гугле продуктовым менеджером создавал мобильный youtube затем он занимался другими проектами сейчас возглавляет игровую платформу стадия которая позволяет запускать в кроме современные игры так вот он выступил и сказал очень смелые слова инновации появляется только в либеральном обществе о как не но он молодец конечно там все в кремниевой долине живет да ну смеленько смеленько мы понимаем что вы сказали господин дороничев и чего вы не сказали далее друзья российские новости центробанк россии заявил об угрозе обвала цен на нефть до 20 долларов за баррель ну пожалуйста максим орешкин министр экономического развития россии рассказал о следующем затяжном кризисе это нас пугают и cb и минек еще одна пугалка генеральный директор магнита ольга наумова ушла из компании уже магнит продавайте ребята потому что там такая причина разногласия с советом директоров по поводу стратегии развития компании магнит продажа когда исполнители прямом конфликте с советом директоров ничего хорошего быть не может пока во всяком случае сегодня мы торгуем сегодня сегодня это так игорь скальпер пишет не понял чем лари сильнее игорь скальпер на валютном рынке есть такая штука курс называется валютный это когда одна валюта относится к другой вами так вот лари за один доллар дает 2 и 8 а до а рубль за один доллар дает 62 и поэтому разница очень большая грузия страна маленькая россия большая вот вопрос а почему у большой страны курс в десятки раз круг доллару ниже чем у маленькой грузии мне это кажется неправильно я считаю что на это надо как-то поменять а вы как считаете это было объяснение друзья для игоря скальпера далее коллеги в вода в байкале оказалась отравлена токсинами в этом сообщил директор лимнологического института сибирского отделения российской академии наук андрей федотов это очень серьезная новость я хочу сказать воду в байкале был планирует закупать планирует разливать и так далее оказывается делать этого нельзя это серьезная новость мы как-то привыкли гордиться чистотой воды байкал в байкале а тут оба на такая новость далее коллеги чемпионат мира по трейдингу 2019 года сенсация юрий смола вчера был минус 13 в просадки сейчас минус 2 и мы желаем ему удачи супер задача юрия пятницы выйти в плюс чтобы выиграть кубок и трейд тв лучшие лучший трейдер второго квартала 2019 года но я хочу сказать 10 10 пунктов даже одиннадцать процентов возвращения в сутки ну да юрий конечно молодец это надо так уметь далее друзья и нефть давайте посмотрим что у нас моменте куда пойдем спросим у монеты вчера монета кстати показала что у нас она показала она показала бай бай вчера состоялся ставим ей плюсик молодец и спрашиваем сегодня что сегодня нефть WTI бай или sell бросаем волнуемся смотрим друзья бай видит монетой сегодня о вот это разговор наконец-то монета занялась так сказать серьезным делом продвижением нефтяник цен наверх далее коллеги макроэкономические новости сегодняшнего дня решение по процентной ставке новой зеландии было полтора осталось полтора кстати говоря что вчера показали предварительные запасы нефти 2330 минус семь с половиной миллиона баррелей да ну здорово здорово так а новозеландец как отреагировал кстати говоря именно в момент объявления давайте посмотрим сейчас секундочку что так долго переход ну пусть пока перейдет так другие макроэкономические новости 12 15 выступления главы банка англии карни запасы сырой нефти в 17 30 ну вот пожалуй все на что я бы сегодня обратил внимание не ну понятно что реакция реакция на нефть вчера была реакция на ставку была понятна и сначала вниз потом наверх одинаково разводка вот посмотрите как разводят всегда людей которые не понимают макроэкономику вот новозеландец резко вниз и резко вверх посносили всех и рванулись наверх ставку не повысили и рванули наверх все сделали правильно грамотно молодцы новозеландцы вот все друзья подводим итоги сегодняшнего дня на мой взгляд сегодня очень интересно посмотреть на обиток ждать просадку чтобы его взять на нефть монета видит нефть наверх и я вполне допускаю что нет наверх да абсолютно и золото сейчас в минусе по дню но на мой взгляд все только начинается что касается курса валют друзья очень сложная ситуация по евро доллару совершенно не ничего никаких определенности нет поэтому давайте слушать наших спикеров у меня даже прогноза не будет если по нефти золото и биткоин идея центральной покупки искать точка входа на покупку по валютам сегодня даже ничего не скажу хочу послушать всех спикеров очень мощное сильное столкновение доллара с мировыми валютами не позволяет сделать прямого непосредственного прогноза даже и это торговые идеи даже на сегодняшний день поэтому слушаем наших сегодня спикеров умнейших виднейших и думаем куда же пойдет доллар евро и другие валюты спасибо друзья всем удачи